Привет, друзья! Это Егоров. Величайшие события происходят в медийном футболе. Амкал и Тудроц дебютируют в Кубке России. И вот в преддверии матча Тудроц с Чертанова я поговорил с Некитом. Задал ему вопрос не только о Кубке России, но и об МКС. О ближайшей игре с Амкалом. О том, не жалеет ли Некит. В прошлом году команду покинул Прокопа, перешел в Амкал. А также о Крапе и, естественно, о Викс Молуке. Куда это он вдруг собрался уходить. Ну и задал вопрос, рассчитывает ли Тудроц когда-то сыграть в российской премьер-леге. Смотрим. Также хочу напомнить, друзья, что ставьте лучше всего делать на Бэдбум. Это лучший бутмекер по версии премии. Спорт и Россия есть. Бэтбум-смечательная акция. Если вы ставите на матча РПЛ и выбираете свою команду на ее победу, заряжаете. И она ведет с разницей два мяча по ходу игры. Тестовка автоматически засчитывается как выигрыш. Ваша ставка как выигрыш. Так что проходите по ссылке. Закреплены комментарии, получаю тебе 10 тысяч на первый депозит в Бэдбум. Мой партнер, партнер Кроуков. Регистрируйся. У вас 17-го игра с Чертанова. Какие мысли? Вот Герман часто говорит, что для него игра в Коке России – это продолжение мечты. В профессиональном футболе. Для тебя, для Жеки и для Тудротцева что? Ну, это тоже какая-то нереальная история. Это 100% можно сказать, что мечта. Когда два парня играют в фивку. И у нас мысли такой не могло быть, что Тудротц дойдет до такого уровня, что нас позвонит Кубок России. И знаешь, у меня до уже доходят слухи, что в любом случае в Чертаново не то, что они такие думают, а тут Дротц, мы сейчас их раскатаем, блогеры, а к нам с уважением относятся. Там люди понимают, что у нас сильный состав. И то, что если они нам проиграют, а они могут нам проиграть, то это будет пипец как громко. Это все футбольное сообщество будет обсуждать. Ты видел коэффициенты? Там где-то в районе восьмерки на вас. Довольно забавно, что в вас не верят, учитывая, мне кажется, что сам Кузнецов говорил, что у вас команда уровня топов второго дивизиона. Ну, знаешь, сложно, мне кажется, в своей голове, там, для тех же букмейкеров и для тех людей, которые смотрят только профессиональный спорт и не смотрят медиафонводы, мне сложно понять то, что тут у нас уже довольно-таки хороший уровень, у нас тут есть ребята, которые при должном тренере могли бы раскрыться и спокойно играть в топ-командах РПЛ. Слушай, когда вы начинали проект Дротц, когда вы только брали к себе молодого Крапа, молодого Бейпа, вот тогда в голове хоть раз возникала мысль, что типа у нас будет команда, которая потом будет играть где-то в профессиональном футболе? Или вы просто по наитию шли, типа, ну, сделаем прикольный ролик для того, чтобы людям понравилось? Ну, естественно, сначала это был развлекательный контент. Ну, когда вы делали развлекательный, мы не думали, что типа мы когда-то к этому придем? Таких вообще целей. Вот тот момент, когда появлялся Крап, Бампэ, нет, от такого было сложно подумать. Когда вот уже второй МКС начался, когда, знаешь, вот уже мы начали с Апсан играть, особенно, вот когда мы играли 2 мая, товарищеский матч с Амкалом, и я увидел то, что у нас Апсан забился, там пришло 10 тысяч человек, я тогда уже, когда говорил свою речь о раздевалке, я сказал парням то, что эти стадионы, вот, которые напротив нас, локомотивы, все это к нам уже сейчас потихоньку начинает идти. Поэтому вот со 2 мая я уже начал понимать и видеть вот эти перспективы, то, что гиганты медиафутбола спокойно могут грываться, и профессиональный РПЛ, там, Кубок России. При этом в течение этого времени довольно часто, в том числе с стороны Амкала, с моей стороны, шел разговор о том, что Тудроц это не футбольная команда. Сейчас можешь сказать, что типа, ну вот мы показали, что мы футбольная команда. Здравствуйте. И вот эти разговоры всегда, конечно, знаешь, мы до ними смеялись с Джинком, потому что как не футбольная команда, когда на первом МКС мы дошли там до полуфинала, на втором МКС мы дошли до финала. Да, может быть, мы не делали товарищеские матчи, но нас никогда не интересовало вот это товарищеский шоу-матч. Нам нравится играть на результат, нам нравится, когда есть какое-то стремление выиграть кубок, медали, когда есть вот этот спортивный интерес. Поэтому мы 100% всегда себя считали футбольной командой и шли именно вот постепенно, постепенно, постепенно. И когда началась медиалига, мы уже понимали, что все, ну, это такой турнир, который мы уже должны нацеливаться на то, чтобы его выиграть. Также, если сравнивать с МКалом, в последнее время и там, и там у вас появляется много профиков, это вполне логичная ситуация. Как сейчас вообще себя чувствуют пацаны вроде Крапа, который уже не суперзвезда? Или для него это вообще сейчас дикая мотивация, он ходит максимально заряженным? Не, ну смотри, Крап – это в любом случае суперзвезда медиафутбола, это 100%. И ему всего 19 лет, и такие игроки в профессиональном футболе бывают, что, знаешь, он там может в 17-18 поиграть, потом чуть-чуть у него что-то вот, начинается конкуренция. Я спокойно могу представить, что в 23-24 Крап будет мега-футболистом и 100% будет играть в основе. Вот сейчас его много критикуют, что ты можешь ответить на эту критику? Она заслуженная или просто его постоянно ловят на какой-то фигне и преувеличивают? Ну, это вот как раз еще его статус вот этой, то, что он такой звездный мальчик, стоит ли ему где-то сделать что-то не так, так сразу все в него тыщут, говорят, какой он плохой, стоит ему не попасть в основу, и все сразу начинают говорить, ой, как так, Крап сдулся. Ну, пацан молодой, как я множество раз говорил, то, что у него такой этап, что ему хочется где-то потусить, где-то поклифовать, поэтому в этом ничего страшного нету, потому что на тренировках-то он отдает всего себя, он их никогда не пропускает. И он сам лично занимается спортом, то есть у него офигенная физическая подготовка. Знаешь, если бы он пришел бы с Пузом, я бы такой подумал, Крап, что с тобой стало, почему ты идешь не по той дорожке? Да у него пресс. У него пресс, у него треугольник, он раскачался только сильнее. И по поводу профиков, то, что всегда выбрали, но... А что делать? Нет, не даже что делать, но как? Ну, как может быть профиком человек, которого, ну, я не знаю, ну, это он не профик. Кутуз, хоть он играет в Зеленограде и во всяких... Ну, Кутуз, он мог играть выше, просто ему это не нужно. Зачем ему за 50 тысяч где-то мучиться, если в Зеленограде у него хорошая зарплата, и Зеленоград мог бы играть в лиге повыше, но Кутуз – это суперзвезда ЛФЛ, и он намного сильнее чуваков, которые сейчас будут играть, мне есть чем сравнивать, за тот же Зоркий, пусть они не обидятся, просто они во второй лиге окутывают. Ну, просто вот это понятие профик у нас, оно такое... Ну да, но ты ничего не сделаешь с этим, с этим вообще никогда. Ты никак не сделаешь какой-то регламент, который их исключит всех. Вы, я знаю, что вы хотели или вам предлагали Мамаева специально под Кубок России, и других профессиональных футболистов, а что-то не Юрия Жиркова. Это ваше общее решение или тренеры их, ну, не все усилия прилагать, чтобы их не брать? Не, ну мы, конечно, вот я, Женя Викторович, мы переговорились друг с другом, нужны ли нам эти футболисты, может быть, нам нужен кто-то из них для опыта, чтобы добавить. Но Викторович сказал, зачем нам вот эти уже тяжелые пацаны, стрички, которые еле бегут, когда у нас банда из молодых пацанов, голодных, рвущее это поле. И, не знаю, ну мне самому кайф, то, что мы играем нашими, хоть кто-то может их назвать профиками, но для нас это родные ребята, которые представляют нашу команду, и многие из них уже, ну, пипец, как раскрылись. Тот же Кудай, на нем, там, для всего комьюнити, он такие мемы создает, и все угорают с того, какое у него чувство юмора. Много игроков ваших сейчас хотят забрать? Суча, там, и остальных. Приходилось сталкиваться с тем, что чуваки подходят и говорят? Ну, вот, допустим, у нас только что было по паре футболистов предложение из текстильщика. Именно не из профиков, но вот, и пацаны с нами говорят, типа, не, мы остаемся у Броков. Ну, после МФЛ, вот после финала, многих начали хантить, но кто-то говорил сразу, ну, в корне, что им это не интересно, они только в Тудроц останутся. Кто-то бы слушал, знаешь, предложения, так, для своего интереса, и потом тоже такой, нет, мне нравится в Тудроц. Ну, и вообще, ну, мы понимаем, что, ну, какой смысл уходить из Гранда в другую команду? Тем более, я так понимаю, что сейчас уже условия не 0 плюс 15, а стало получше. Да, те, кто играют в основе, те, кто добиваются результата, у нас с ними договора, поэтому всех все устраивает. Есть ли у тебя небольшое сожалению по поводу того, что год назад, ну, поздно начала создаваться такая именно профессиональная команда, что Прокопа мы упустили? Или фактически такого уже нет? Ну, знаешь, смотри. И будете ли вы пытаться его в какой-то момент вернуть? Ну, смотри, Прокоп ушел, мы взяли титул. Да. Прокоп довольно-таки скандальный футболист. Он может захотеть сказать, я буду играть в опорника, когда тренер видит его атакующим полузащитником. То есть он ставит свое эго чаще, часто выше, чем команда. Поэтому для меня, как бы я хорошо не относился к Прокопу и к его таланту, я вообще не сожалею, потому что мана это, это идеальный центр поля. И я даже не вижу, куда бы Прокоп в этом составе был мог лечь. Особенно учитывая, что если ты перечишь Кузнецову, то потом сложно. Очень сложно. А вот как раз, знаешь, мы недавно с Прокопом спинали, он такой, блин, какой я, конечно, был подросток. Там Кузнецов что-то рассказывает, объясняет по тактике, Прокоп на руках стоит во время этого, знаешь. Ты говоришь, что СОС там, типа, давно прелит? Ну да. Ну, конечно, он повзрослел. Я думаю, он еще повзрослеет и будет еще ответственнее. Может быть, вот эта капитанская повязка, как-то, знаешь, его поставить на путь правильный. Но, в любом случае, мне кажется, Прокоп скорее думает о том, как себя как-то возвысить и завоевывать там личные награды, не знаю, нежели команду. Игра с МХЛ это абсолютно спокойное сейчас состояние. Ну, типа, как будто бы надо выигрывать, но как будто бы, даже если вы проиграете и вылетите, как будто это не трагедия вообще. У меня такое ощущение, вот глядя на вас, потому что вы как-то очень спокойно об этом матче говорите. Ну, смотри, здесь вот так совпало, то, что Кубок России на этой же неделе. И поэтому, ну, чисто психологически, ну, как ты? Это какой-то нереальный шанс сыграть в Кубке России, если там пройти дальше, а тебе, ну, все футбольное сообщество России начнет говорить. Я сейчас поправлю. Я правильно понимаю, что вы готовились сейчас? Вся подготовка, в том числе сборы, были направлены именно на МКС, а на Кубок России? Да, именно на Кубок России. Поэтому первый матч в Лебеде у нас получился такой, что мы там физически, да, уже на 30-й минуте, на 40-й у пацанов начало ноги сводить, и мы не могли вообще играть свой максимум, и мы целенаправленно пошли на это, чтобы вот Кубку России подойти к максимуму. Но, но, типа, блядь, ну, матч с МКЛом – это в любом случае герби. У нас есть пацаны, которые, ну, точат зуб на МКЛ, которые хотят взять реванш, и, ну, играть против МКЛа на похуй – это, ты не можешь быть в Турдорце и играть на полку. Но не будет такого, что если вдруг, ну, вдруг что-то случится, и вы не выйдете, не будет такого, что вы скажете, ну, типа, это, типа, для нас сейчас вообще не проблема, мы чемпионы ОФЛ, у нас был МФЛ, у нас был Кубок, и, как бы, мы вообще не паримся. То есть это будет разочарование реально, если вдруг. Знаешь, я не могу уже за всю команду говорить, я не могу говорить за Женю. Но для тебя лично, для тебя лично, я, каждый турнир, я считаю, что мы должны выигрывать. У нас есть на этот состав, у нас есть для этого тренировки, мы не просто так на, не знаю, ставим себе задачей быть всегда на первом месте. Поэтому для меня, конечно, это будет неудовлетворительно, если мы не выйдем из группы. И три коротких вопроса. Первое. Есть ли желание у вас с Жека выйти на Кубки России, стать профессиональными фейтболистами? Там, может быть, будете экономить для себя замены, потому что совсем другой регламент? Или здесь такое выпячивание себя, оно неуместно? Бро, мы, как мы владельцы этой команды. Вы уже, да? То есть я не знаю, но те, кто пишут, знаешь, там, ну, я читаю на родственных комментариях, ой, что вы с Женьком там вообще говорите? Там, вы даже не играете, пацаны, но это наша команда. То есть этот результат, это в любом случае есть мы. Поэтому, конечно, ставить себя, устраивать такую, в кавычках, клоунаду, ну, зачем нам? Зачем это нам надо? Есть парни, которые заслужили этого шанса, которые всю жизнь играли, готовились, чтобы показать себя как раз. И второе. Биги ушел действительно или это все больше рофа такой? Ну, из Биги никто не отпустит, скажем так, поэтому... То есть он вам нужен все-таки? Ну, конечно, Биги это неотъемленная часть нашей команды, атмосферы нашей, и вот так вот, чтобы просто человек на полгода ушел, мы с ним приведем, конечно, беседуя, объясним, почему этого не стоит делать. То есть это действительно его реальные эмоции? И он расстроился, что где-то не выдержал шуток и так далее. Ну, даже не то, что шуток, у него свой план в голове, я думаю, это было бы идеально, если бы ты у него взял интервью, или он рассказал бы у себя, там, он инстаграме у себя уже рассказывал, почему он это все хочет. Он хочет привести себя в более хорошую физическую форму, хочет бороться за место в составе, понимаешь? А мы ему говорим, ну, Вилли, ну, куда? Ну, нет, ну, ты можешь это все хотеть, но для этого необязательно брать и уходить на полгода. Ты представляешь последний вопрос, когда-нибудь у Drots в RPL? Сто процентов. Я вижу нашу команду в RPL, я считаю, что у нас есть народная любовь, мы забиваем трибуну, поэтому, не знаю, Look Oil, например, может вот тут вот он вместе с Фанбетом быть, и я думаю, мы легко вместе с ними сможем спрогнозировать так, чтобы по бюджету на все хватило, и в RPL побороться в первом сезоне точно, чтобы не вылезть. То же самое могу сказать любому банку, нефтяной компании и каждому частному инвестору, у которого очень много денег и есть любовь к футболу, как to Drots, так broken. Спасибо вам, друзья.